Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Глава администрации Самары Олег Фурсов принял ряд кадровых решений, касающихся районного уровня власти. Владимир Сафронов, который возглавлял Кировский район с 2013 года, теперь будет руководить советским. В апреле этот район остался без главы, когда Владимир Пархоменко ушел с муниципальной службы по собственному желанию. Новым руководителем администрации Кировского района стал Николай Митрянин, который до последнего времени был депутатом, первым заместителем председателя городской думы. В пятницу, 19 июня, Олег Фурсов вручил новым главам районов служебные удостоверения. Он пожелал им успеха в работе и нацелил на решение вопросов, которые в первую очередь волнуют жителей территорий. Профессионалов среди водителей определили на 15-м всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший водитель трамвая». За звание лучшего боролись участники из 38 регионов страны. Перед строгим жюри они блестяще продемонстрировали свои навыки управления трамваем. Если подходить ко всему с любовью, то можно приручить даже такого железного монстра, как трамвай, уверена водитель Альбина Хакимова. Хрупкая девушка из Нижнекамска справляется с брутальной машиной легко и непринужденно. И по итогам конкурса она стала лучшим водителем трамвая в России. Я как-то постаралась, я очень хорошо готовилась, меня очень хорошо готовили, поэтому постаралась успокоиться. Я знала, что я готова, постаралась взять себя в руки, не волноваться и сделать все возможное. Волнение во время прохождения конкурсной трассы – самый главный враг, отмечает и участница из Самары. Наша землячка заняла третье место. Профессионализм есть у всех, мы же все работаем, это наша дневная работа. Просто надо вот как-то волнение свое побороть и все, все получится. За звание лучшего водителя трамвая боролись 40 участников со всей страны. Водители соревновались в вождении, в знании правил дорожного движения, технического оснащения трамвая и культуре обслуживания. Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая» впервые прошел в столице региона. В этом году Самарский трамвай отмечает 100-летний юбилей. Рады, что эти три дня вы были в нашем славном городе. Мы постарались сделать для вас все, чтобы вы увезли самые лучшие впечатления от нашего города. Вот это вот частица дружбы, частица вот той сплоченности, которую сегодня приобретает сама Россия. И мы в том числе, наверное, вы увезете всегда и будете вспоминать благодарность. Состязания за звание лучшего водителя проходили два дня. Победитель получил 300 тысяч рублей, серебряный призер 150 тысяч, бронзовый 50 тысяч рублей. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. На Мастрюковских озерах, куда съехались более 2000 человек, продолжается самый масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2015». Его участники уже приступили к презентации своих проектов, для реализации которых необходимо выиграть грант. Общегрантовый фонд форума в этом году 11 миллионов рублей. На поляне Мастрюковских озер развернулись десятки шатров, где для участников форума проходят встречи с экспертами и мастер-классы от известных бизнесменов страны. В этом году в рамках молодежного форума «Иволга-2015» пройдет 9 смен, среди которых и федеральная инновация, и научно-техническое творчество. Одной из основных тем форума по традиции стала политика. О том, какую роль она играет в формировании сознательного общества, рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Будущее в значительной мере определяет теми решениями, которые принимают сейчас, которые будут приниматься через 5-7 лет. И кто их будет принимать? Вот они и будут принимать. Рано или поздно. Все они придут в политику. Вопрос в том, с чем они туда придут и для чего. То, что людям не все равно, это очень хорошо. В этом году в форуме принимают участие более 2000 молодых людей со всего Приворского федерального округа. Идею участников оценят эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат финансовую поддержку на реализацию. В этом году у нас очень много событий. Мы готовы удивлять участников, экспертов, гостей нашего форума. Конечно, это возможность молодых людей получить гранты на реализацию своих проектов. У нас гранты в фонд в этом году 11 миллионов рублей. Плюс это поддержка наших партнеров, спонсоров. Ну и в целом, конечно, как минимум знакомство с участниками, между собой. Это, наверное, главный такой ресурс, который участники увезут с Иволги. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Подробный репортаж смотрите в нашей рубрике «Дневник Иволги» сразу после новостного блока. Ежедневный отчет с Мострюковских озер мы будем показывать вплоть до закрытия форума, который состоится 26 июня. Возможно, они тоже скоро представят свои проекты на Иволге. А пока впереди у них самый настоящий бал. Самарские выпускники отправились в Москву на большой праздник для медалистов со всей страны. Самарская делегация в числе приглашенных третий год подряд. На железнодорожном вокзале ребят провожала и наша съемочная группа. Красавицу Самару представляем. Отличница и золотая медалистка Гульноза Халилова для кремлевского бала выбрала платье нежного зеленого оттенка. Папа девочки аккуратно держит кофр, чтобы не помять снаряд. Родители провожают дочку на торжественное событие перед поступлением в серьезный вуз. Гордости, радости, все эмоции переполняют. Очень радуюсь за дочь, что у них есть такая возможность в такой группе огромной съездить с медалистами в Москву. 60 самарских выпускников отправились в Москву на выпускной кремлевский бал. Это талантливые, даренные в разных областях дети. По большей части из многодетных и социально незащищенных семей. Для них эта поездка – настоящий подарок за успехи в учебе. Мама работает в аптеке, бабушка тоже раньше работала врачом. И вот мне понравилась эта работа, и я захотела стать медиком. Бал для самарских девчонок – сказка наяву. Конечно, очень хочется быть красивой и неотразимой. Все девочки с детства мечтают на бал. Вот наша мечта исполнилась. Исполнится вот 19-го, 20-го. И все рады будут, все нарядятся. Мы же любим девочки наряжаться, краситься. Уже третий раз самарские золотые медалисты будут награждены памятными подарками от организаторов поездки партии «Единая Россия». Проводить выпускников на вокзал приехал председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Он хорошо помнит, каково это – стоять на пороге новой жизни. Конечно, жизнь только начинается, ребята на пороге новой жизни. Но они, я уже говорил, именно эти ребята, они задали очень высокую планку. Им сложнее, потому что этой планке сейчас надо дальше соответствовать. Всероссийская премия «Выпускник» каждый год уникальна. В этом году тема праздника – стартап. Кремлевский дворец для вчерашних школьников станет отправной стартовой площадкой в новую взрослую жизнь. Марина Кравцова, Марьяна Мирная, Павел Просняков. События. Какой должна быть городская дольча Вита, знают жители микрорайона имени Кузнецова. О красоте и благоустройстве говорили на общественных слушаниях проекта «На связи с губернатором». Активность горожан и взаимодействие с общественниками и властью помогут в самые короткие сроки сделать Самару городом-садом. «Хотим красивой жизни», – шутят жители микрорайона имени Кузнецова в железнодорожном районе Самары. Но это лишь звучит пафосно. На деле люди просят благоустроить зеленые зоны между домами по улице Пензенская. Пока здесь просто раскидистые деревья, а могли бы быть скверы. Да и сами дворы жители хотят видеть цветущими. У нас все-таки микрорайон большой и достаточно молодежный. И у нас нет мест отдыха для молодежи. Нужно как-то организовать отдых в скверах. Просто места есть для скверов, но надо озеленить, цветы посадить. Ну, сделать красивым. Позеленить нужно. У нас не хватает деревьев. Ну, вот и рассаду жильцы в основном сами это и покупают, и выращивают, и сдачу привозят. А если это было бы организовано, централизовано, было бы больше, было бы более красиво. Вопросы благоустройства в центре внимания общественных слушаний проекта на связи с губернатором. Жители просят и оборудовать стадион в микрорайоне современной, удобной, комфортной. Та площадка, что есть около 64-й школы, давно пришла в негодность. Общественный совет микрорайона записывает все предложения. Именно по этому плану вскоре будут работать районные власти. В постоянном взаимодействии друг с другом мы решаем все проблемы, которые для нас ставит население. В виде решений совета, либо рекомендаций, различных там обращений, заявлений. То есть, совет работает хоть и на общественных началах, но в постоянном режиме. Организует прием жителей, поскольку он в центре микрорайона находится в шаговой доступности. Малозатратные работы, такие как завоз песка на детские площадки или черноземы на газоны, спил аварийных деревьев, посадка цветов и кустарников, не придется ждать годами. Их будут производить сразу же. Более серьезные проблемы решат совместно с властями. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Аварии на Московском шоссе. В районе Аэрокосмического университета на проезжей части бригада рабочих устраняет порыв трубы диаметром 500 мм. Причина – ветхое состояние коммуникаций. Трубы на этом участке прокладывали почти 70 лет назад. По информации Самарских коммунальных систем, отключения воды в ближележащих домах не было. Сейчас рабочие снимают слой асфальта, затем начнут откачивать воду. Надо сначала докопаться, найти повреждения, или свитч заварить, или замена, там разные виды повреждений. Поэтому время, ну, будем работать круглосуточно. К другим темам. Борьба с алкоголизацией населения и нелегальными точками продажи спиртного в Самарском регионе выходит на новый уровень. На следующей неделе Губернская дума планирует принять закон, ужесточающий правила продажи алкогольной продукции. А в областном центре продолжают закрывать разливайки. Начальник областного главка провел очередной рейд. Улица Революционная. На первом этаже жилого дома. Сомнительный магазин. В народе такие называют наливайками. Местные жители негодуют. Лицензии у продавцов нет. Алкоголем торгуют и средь ночи. Из-за чего под окнами постоянно шум, грязь, крики, нецензурная брань. Неоднократно жители близлежащих домов жаловались, что очень много ходит сюда таких не социальных элементов, которые пьют день и ночь. Они обнаглели до такой степени, что повесили плакат, что торгуют круглосуточно. С проверкой в магазин приехал начальник областного главка Сергей Солодовников и спикер губернской думы Виктор Сазонов. На месте видно, закон здесь нарушают на каждом. Шагу документов на торговлю алкоголем у предпринимателей нет. И сама продукция подпольного производства. Сотрудники полиции изъяли более 100 литров фальсификата. Борьба с незаконной торговлей алкоголем в регионе усилена многократно. На фоне тех решений, которые мы сегодня ожидаем, принятия трех законопроектов, мы вот эти точки все закроем. У каждой, я уже говорил, поставим сотруднику полиции. 23 июня депутаты губернской думы рассмотрят законопроект, который исключит всякие лазейки для хозяев разливаек. В жилых домах им места больше не будет. И не случайно ГУВД вышло с законодательной инициативой по трем принципиальным вопросам по борьбе с алкоголизацией населения. Там жесткие требования. И все эти разливайки на первых этажах в городе Самаре, во всех муниципальных образованиях, они будут закрыты. Согласно новому законопроекту, запретят продажу алкоголя на вынос из ресторанов и кафе. А по воскресеньям купить спиртное будет невозможно уже после 17 часов. Меры должны помочь сделать ситуацию в городе еще более благополучной. Главное, жители домов, жизнь которых отравляли разливайки, вздохнут с облегчением. Вы видели, какое отношение общества и всплеск эмоций мы услышали от населения. Уберите, закройте, не дайте этому нигилизму развиваться. Это раз. И на улице нашего города общение с населением сегодня характеризует отношение власти к обществу. Мы видим сегодня и замечания, мы видим благодарность со стороны населения. Мы понимаем потребность нашего народа. Общение с горожанами начальник областного главка и спикер Губдумы продолжили на набережной, где заодно проконтролировали, как сотрудники полиции и добровольные дружинники справляются с патрулированием улиц Самары. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Апостол трезвости. Так в прошлом веке называли члена Третьей Государственной Думы от Самарской губернии Михаила Челышева. Его внук Михаил Кабаченко поведал несколько интересных фактов о своем легендарном родственнике, самарскому писателю. В этом году читатели увидят книгу о Челышеве. На встрече побывал и наш корреспондент. Я внук миллионера. Именно так представляется Михаил Кабаченко, внук известного общественного деятеля Михаила Челышева, который в начале 20 века был самарским городским головой и совмещал эту должность с членством в Государственной Думе. Жена меня всю жизнь ругала. Мы женаты 63 года. И все эти три... Да что ты мне успеваешь? Здрасте, скажите, я уже рассказываю, что... Ну, горжусь дедом. Многогранная личность деда, удивительная судьба и фантастическая история богатства. Один из купцов дал 15-летнему мальчишке просто так 10 тысяч рублей. По тем временам большие деньги. Средства были вложены в дело. Так в Самаре появились знаменитые челышевские дома. Были еще и челышевские бани. Михаила Челышева называли также апостолом трезвости. В 1914 году с его подачи в Россию был введен сухой закон. Внук унаследовал его убеждения. До 32 лет я капли спиртного не принял. А потом я стал директором школы-интернат, потом большим чиновником. И я случайно услышал, как у мужчины, у меня в интернате было 12 мужчин. Мужики университетов говорят, а директор-то, наверное, просто брезгует, что в такой... И не пил. Я стал пить легкие вина. Легендарная личность заинтересовала самарского писателя Дмитрия Агалакова. Сейчас он работает над книгой о Михаиле Челышеве. Иногда его, может быть, над ним, так говорят, ерничают, что он был таким чересчуром позантным, вот таким с огромными усами, выставлял себя везде. Ну вот представьте себе, из какой среды, где он родился, и куда он поднялся, конечно, это было тоже каким-то его самоутверждением на протяжении всей его жизни. Найти материалы о Челышеве оказалось делом нелегким, потому встреча с его родственником – уникальная возможность для писателя. Дмитрий Агалаков признался, несколько удивительных фактов из жизни Михаила Дмитриевича он уже раздобыл, но пока держит в секрете. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. В Самару прибыли участники БАРТ-автопробега – Тихоокеанский маршрут Победы. Его организовало объединение ветеранов боевое братство. Пробег посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники следуют по маршруту Владивосток, Севастополь, Симферополь, Санкт-Петербург. В Самаре путешественников встречала наша съемочная группа. Сотни километров позади и две недели в дороге. В составе БАРТ-автопробега – участники Приморского отделения боевого братства. Путешествуют колонной из шести машин. Пробег стартовал в находке. С собой везут музыкальное оборудование и флаги. В каждом городе устраивают большой концерт. Поют свои любимые бардовские песни. Ориентируются прежде всего на молодое поколение. Это военная часть бригады, где новобранцы абсолютно только форму одели. Вчера мы провожали уфимцев, башкиров, провожали в армию, попали на призывной пункт. То есть мы такая немножко специфика, учебное заведение, либо молодежь. Тихоокеанский маршрут Победы пролегает через всю страну от Владивостока до Санкт-Петербурга. Самарские ветераны поддержали инициативу и с радостью встретили своих боевых братьев. Главная задача, чтобы молодежь, которая сейчас подрастает, помнили и понимали, что это такое защита Родины. Это главная наша задача. В каждом городе участники автопробега, помимо концертов, будут собирать подписи за утверждение Всероссийской минуты молчания, которую члены боевого братства предлагают узаконить на государственном уровне 4 ноября в День народного единства. За два месяца участники пробега посетят 44 города, проведут 38 концертов, из Самары отправятся в Саратов. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Июльская встреча – выставка с одноименным названием открылась в Самарском доме журналиста. В экспозиции 14 работ самарского художника Ольги Абраменковой. С красками и кисточкой она всю жизнь рисовать начала с детства. В юности окончила Куйбышевское художественное училище. С 2007 года вступила в Творческий союз художников. За весь творческий путь из-под ее кисти вышло более тысячи работ. Новая выставка подобрана в летней отпускной тематике. Первое весеннее соцветие, яркий цвет ирисов, натюрморт на окне в свете уходящего солнца. Все это приглашает окунуться в теплую летнюю атмосферу. Излюбленная тема Ольги Абраменковой – природа и натюрморты. Художник подчеркивает, через картину, как через открытое окно. Она стремится передать свое отношение к окружающему миру, выразить свои чувства и подарить людям радость. Если ты сам позитивный человек, если тебе нравится, что-то вдохновляет тебя, возбуждает, ты передаешь это, отдаешь это холсту и потом несешь людям, то, конечно, это очень важно. На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. С 15 июня 2015 года снижены процентные ставки по всем ипотечным программам Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Такое решение было принято с целью обеспечения доступности ипотечных кредитов для широкого круга заемщиков. Теперь минимальная ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально-приоритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная – 11,4%. Приобрести жилье на вторичном рынке, воспользовавшись предложением АИЖК, можно будет по ставке 13,9-14,9% годовых, в зависимости от суммы кредита и размера первоначального взноса. Автоваз впервые за последние несколько лет увеличил свою долю на рынке автомобилей. За первые пять месяцев текущего года он занял 18,7% рынка. В прошлом году этот показатель составлял 16,3%. За этот период продано 150 тысяч автомобилей в России. Планируется выпустить около 160 тысяч автомобилей для Рено, Ниссан и Датсун. В планах завода выпуск 585 тысяч автомобилей. Дело, конечно, хорошее. Но не будем забывать, что в период тотального обнищания у многих, кроме ВАЗа, вариантов нет. Кроме того, участники рынка поделили между собой долю почивших «Опеля» и «Шевроле». Так что, если посчитать, то, может, и первого победы получится. Законопроект, закрепляющий минимальную страховую планку для туристов в размере 2 миллиона рублей, принят во вторник во втором чтении Госдумы. В целом, представители страхового бизнеса оценивают этот факт как вполне позитивный. Удорожание полиса несущественно обременит бюджет туриста. В то же время, данной страховой суммы для штатных страховых случаев в большинстве стран хватит. Важно, что в принятом законопроекте определен минимальный перечень страховых случаев, при которых страховщик обязан произвести оплату, оказанной медпомощи застрахованному гражданину России, выезжающему за рубеж. Также, согласно законопроекту, минимальная страховая сумма по договору должна быть не ниже суммы, эквивалентной 2 миллионам рублей. На сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольные красные крылья, возможно, выступят в молодежной единой лиге. Футболисты крыльев советов лучшие в футбольной национальной лиге. Анастасия Павлюченкова зарабатывает рейтинговые очки на теннисных кортах Нидерландов. Самарчанка Анастасия Павлюченкова и сербка Елена Янкович заняли второе место в парном разряде на профтурнире в Нидерландах. Они проиграли немецко-американскому тандему Лаури Зигимунд и Эйши Мухаммад 3-6-5-7. Кроме пяти с небольшим тысяч евро призовых, Павлюченкова получила 180 очков в зачет рейтинга. Чемпионки положили в копилку на сотню баллов больше. Футбольная национальная лига назвала лауреатов минувшего сезона. В их числе пара футболистов крыльев советов. Лучший галкипер чемпионата России Евгений Конихов. Это звание вратарь получил второй год подряд. В 25 матчах он пропустил всего лишь 11 мячей и установил новый рекорд лиги по продолжительности сухой серии 1149 минут. Лучший защитник Ибрагим Цалагов. Футболист не пропустил ни одного матча за весь сезон. Лучший полузащитник Илья Максимов. Из Махачкалинского Анжи. Правда, он бывший игрок крыльев советов. Баскет-клуб «Красные крылья» решил поменять прописку в единой лиге чемпионат на молодежное первенство. Об этом заявил Дмитрий Шляхтин, областной министр спорта. Судьбу команды решали на высшем уровне руководство «Красных крыльев», областная федерация баскетбола и региональный Минспорт. Причина баскетбольного реверанса в сторону молодежки – отсутствие у команды спортивной арены на 3000 мест. Решением проблемы уже занимается профильное министерство. На 2016 год запланировано начать реконструкцию Ледового дворца спорта. Модернизированная арена вместит 4000 зрителей. Еще один спорткомплекс появится к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории радиоцентра. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует...